всех приветствую вы на канале им за в нашем офисе на теплом стане и сегодня расскажу вам немного вот об этом чудесном автомобиле который поступил к нам как оказалось уже с ремонтом двигателя клиент нам уже приезжает достаточно давно буквально недавно приезжал на замену масла и после замены масла на который кстати отказался даже от замены масляного фильтра по причине отсутствия денег на тот момент повторно его причина обращения была с тем что двигатель у него в движении заглох каким-то чудом его клиенту удалось его повторно завести проехал еще порядка пяти километров после чего автомобиль заглох окончательно и больше не заводился при первичной диагностике ребята наши механики установили что двигателя находится в клину так как коленвал у нас не крутился даже монтажкой первоначально привести контрактный двигатель которого нашел если не ошибаюсь на вид тот двигатель который он привез был чуть лучше там по крайней мере коленвал крутился но даже от руки мы ребята поняли что он уже закусывает и установка его просто нецелесообразно можно посмотреть кстати отметим что двигатель на автомобиле стоит уже контрактный это видно хорошо по вот этим маркировкам которые обычно на разборках метит после этого еще пару дней на обдумывание его тут клиент все-таки мыслим пришли мнению что надо хотя бы этот двигатель снять разобрать и посмотреть насколько сильны повреждения алексей наш механик производит демонтаж данного двигателя будем смотреть касательно все-таки надежности гранд-старксов в целом d4 cb среди всех корейских машин и аналогов других производителей немецких и японских насколько данная машина вообще надежная но на самом деле автомобиль есть к нему относиться с вниманием знать его болячки за ними следить и делать регулярно профилактические работы в принципе автомобиль себя неплохо зарекомендовал ну его плюсом еще является что среди менее компактных минивэнов наверное он самый сейчас доступный по цене тем более на вторичном рынке его прямые аналоги среди там европейцев среди японцев они на порядок выше к цене поэтому многие выбирают именно этот автомобиль для дальней поездки да но сейчас время отпусков многие предпочитают передвигаться на дальние расстояния на таких компактных минивэнов микроавтобусов что требуется для того чтобы без забот с пункта а в пункт б но прежде прежде всего конечно желательно приехать сервис для того чтобы посмотреть состояние ходовой тормозной потому что многие если едут это там тысячи кадров туда-тысячи обратно нужно быть уверенным в безопасности подвески тормозов это первое но если мы говорим об этих автомобилях то желательно конечно же еще посмотреть состояние двигателя хотя бы просто поменять масло не мешает также посмотреть там состояние навесного оборудования если мы говорим про евро 4 чтобы уже до конца быть уверенным что в поездке это двигатель не преподнесет пару сюрпризов неприятных можно сделать там замер давление масла посмотреть либо поменять уже сразу шайбы под форсунками это будет не лишним перед дальней поездкой если вы тем более этого давно не делали проверить состояние радиаторов потому что если люди едут на юга в горы некоторые приезжают жалобами что они постоянно ползет температура вверх при этом спрашиваешь как давно мыли радиаторы люди просто разводят руками из разряда я даже не в курсе а это делает надо тем более перед дальней поездка какие-то там в любом случае всегда обслуживание но дешевле ремонта потому что море если вы уже угробили двигатель то конечно же восстанавливать его тем более по нынешним ценам удовольствие не дешевая поэтому лучше регулярно делать профилактики профилактические какие-то работы и это в любом случае выйдет вам дешевле привет привет не поверишь на работе настроение отлично так как всегда немножечко опоздал я вот уже поменял успел поменять с утра соленблоки задней балки вон сзади тебя лежат целое было дело ну балку просто снимать все да мы это умеем видишь лето не кончается никак поэтому радиаторы целое лето моем 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 такой надежности и вообще преимущество корейского автотрома и конкретно грандстаркс грандстаркс в принципе я считаю машина очень надежная только единственное что если его покупать нужно перед покупкой делать обязательно диагностику потому что очень многие владельцы не только грандстарксов но и любых корейских автомобилей знают что они надежные и немножко так скажем мягко говоря забивают на обслуживание и на все остальное поэтому нужно перед покупкой смотреть автомобиль сделать как минимум диагностику ну естественно естественно альтернативы этого автомобиля нет я считаю потому что а что у нас остается только volkswagen транспортер это другие деньги самой самого автомобиля плюс обслуживание в два раза дороже запчасти в два раза дороже и сейчас не сейчас их нигде нет как корейцы рулят давай замен радиатор кондиционер жара очень да кондиционер не работает бы совершенно в целом состоянии у него конечно для этих машин довольно ничего еще все поменяем кондиционер заправлять будем еще раз продиагностируем может что-то еще не исправно а диски видел какие смотрел износ такой конкретно до коррозии рабочей поверхности ну лишь может докатывает колодки может наверное нужно было беремись поэтому сказали но бюджетная ситуация докатываем колодки меняем при замене кого-то вниз да как ты считаешь довольно таки надежный корейский автомобиль но очень требует внимание если за ним внимательно смотреть он будет ходить многие люди по 300 тысяч отъезжают на них меня эту масло и колодки если за ним плохо смотреть и как-то экономить он не любит этой экономии он любит своевременное обслуживание но в основном профилактической работы да 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 нам недавно заезжал на цепи вовремя менять масляный насос самое главное ну то при замене цепей смотреть давление масла и все и будет ходить и по полмиллиона ездит ничего он все грамотно обслуживает а здесь вот новый полноприводный евро 5 здесь уже второй мотор стоит кончился это говорит о том что наверное плохо эксплуатируют обслуживали скорее всего потому что эти моторы они реально и машины эти евро 5 и вообще нет не так сильно капризны как предыдущий евро 4 это ну и альтернатива нету альтернатива влаги брать ну то есть это вообще цена совсем другая и потому еще более капризные и цены огромнейшие да здесь если там турбина стоит там плюс-минус около 50 тысяч там от 150 вот как-то так слушай вопрос еще как ты думаешь возможно и нам приезжал на дмитровку гранд старых спробег девятьсот девяносто восемь тысяч без ремонта мотора возможно почему нет если опять же грамотно эксплуатировать менять масло и то есть масло цепи то есть своевременно все это обслуживание зря же заводом изготовительным там рекомендуют замену там цепей в 150 тысяч и также при замене цепи и они нам не за рекомендует или нет замена масляного насоса чтобы это все ходило почему нет все реально в общем относится к своей машине конечно внимание побольше да да момент истины скрываем почему же он заклинил сейчас еще попозже насос масляный откроем ну вот шатун второго цилиндра видишь цвета другого скорее всего там что-то сейчас будем отпускать куда коренной вкладыш 5 шейки ну вот что-то что-то он походу там при приварился немножко да ну так чуть-чуть пусть нигде где-то интереснее есть вот оно походу четвертая шейка не еще где-то в клинах походу да вот а вот он вместе сварились они друг другу с деньгам ну вот нижний вкладыш он здесь наверху ну и так он не крутится второй вот другого цвета премьер этот под вот крутится начал с гаечки надо достать оттуда он бы еще поездил бы 4 но здесь то все что-то нам хана это 2 4 шатунный выжил относительно 1 ну да слушай первый живой клапана уперся три шатуна более-менее живы а вот 2 да здесь понятно коленвала вон стружка посыпалась 2 то удастся отковырять интерес шатун вот его хватануло а ну все нормально да в принципе чё новый вкладыш и подкинуть поедет все коленвал умер коленвала нет шатунов нет но один точно под замену говорит о том что когда вкладыш вот так вот крутился там здесь геометрия уже нарушена соответственно если сюда сейчас ставить даже новый вкладыш и новый коленвал это все отъездит очень недолго и мы вернемся опять к этому же ну и к сожалению что замена замена блока черт блок сборе насос масляный скорее всего закончился или масляное голодание ну когда люди приезжают на то огонь поменяйте мне только масло масляный фильтр не менять не надо вот и она к этому и приводит все а потом все говорят что grand star x машина говно cb мотор говно и вообще все это не работает и не ездит как она будет работать и ездить если это все некорректно и неправильно обслуживать давайте над трупом поиздеваемся ну и опять как бы чтобы вот так вот мотор весь развернула то не одну не один десяток километров надо было пролететь им судя по всему это было на все деньги к сожалению так бывает на межсервисный интервал у него какой был пример у него ну хозяин утверждает что раз в 5000 но насколько мы знаем эту историю там ни разу в 5000 он не приезжал ну все но какие куски там летели сейчас я тряпочку возьму да весь задранный вы беда самое в том что в отличие от евро 4 да он весь заданный вот он без масла работал он горел через клапан скорее всего этот клапан залив ну да здесь масляный насос будет идти вместе с постели вот с с денег он стоит как бы приличный башка по ходу нет потому что там седла клапанов просажены сюда и компенсаторы когда без масла начали работать отсюда осталось что открутить трансформатор на коробку обратно а все остальное дружной кучей в мусор ну вот еще одна история о том как ввиду несвоевременного обслуживания эти моторы d4 cb умирают к сожалению ну с учетом того что мотор в принципе этот уже контрактный и сколько километров он проехал до установки на этот автомобиль никому не известно какое обслуживание этого мотора было при на предыдущем автомобиле остается тайной плюс не очень своевременное обслуживание уже будучи установлены на этом автомобиле все это приводит к сожалению к очень плачевным последствиям которые мы вы сейчас и наблюдали сейчас надо будет до конца нам отдефектовать еще и головку блока составим примерную смету боюсь она не очень сильно обрадует нашего клиента ну будем согласовывать решать этот вопрос а вам хотелось бы посоветовать не экономьте на обслуживании вашего автомобиля если вы уже являетесь владельцем гранд старакса либо только задумываетесь о его покупке вам все надо знать что своевременное замена масла тех жидкостей и прохождение то это основа и залог долгой жизни вашего мотора всем пока вы были на канале омзап спасибо вам за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на наш канал слева спасибо за просмотр